привет зритель давно я не обозревалась что я там купила еды типа какой-нибудь на самом деле я покупала что-нибудь на что-то не обозревала тут что-то решил обозреть на 700 с чем-то тут по большей части всякие фрукты я буду доставать удивительно животное спит я пришла значит думаю сейчас не даст мне записать будет это прыгать вякать орать и пытаться сажать а он так спит значит поднял голову спите шо спи у меня телефон потом упал значит это с кровати на пол ничего с ним не стало он поднял голову спите шо спи телефон зазвонил спите шо спи короче у меня тут части тушек цыплят бройлеров филе без кожи 667 грамм до 27 она живет я как раз вчера собиралась борщик свалить но что-то у меня не сложилось я его не сварила но сегодня я планировала сварить и у меня есть курочка ножками от коленка которые идут и на морозилке их на размораживать я думала веганский бурщик сварить от безысходности потому что курочку то не разморозила а тут подумала куплю-ка я эту грудку сварю-ка я и на ее бульоне сваяю как разборщик буду фоном продолжать тайп и еще там меня оказывается просили я думала то стёб все время думала так было на тему того что там как я ухожу за волосами потому что просили в основе те люди которые меня стебали или хейт или хрен их знает но я думала сегодня записать но такая момента у меня завтра придет скорее всего завтра посылочка где есть одна шампунька и вот одна шампунька у меня есть я и пользуюсь а другая шампунька я и периодически пользуюсь и как раз вот если она придет то вот обзор сначала посылочки а потом уже на тему того чем я удобряю волосы поэтому я решила сегодня написать этот ролик обозреть вот еду и не совсем еду по-моему тут у меня одна еда и в общем ароматная и румяная куриное царство кстати мне нравится куриное царство хотя тут инстаграм видела какой-то негативный отдых на них очень хорошая курица хотя грудку на самом деле не особо так ну не то чтобы я фанат грудки вообще белое мясо не особо как-то но иногда почему бы и нет в общем вот грудка по 200 с чем-то 202 рубля с копейками но стоит в общем где-то там есть чек и если я его найду то я его потом зачитаю чем куриная грудка если молока купила я периодически покупаю это рыбинская то не рыбинская это у нас рыбинская в этот раз еще какое-то в общем это молочные продукты а есть и я забыла какое вроде еще сметанинское какое-то молоко есть в общем спаса преображенский собор город рыбинск золотое кольцо россии молочные продукты вот это живет 7 дней и тут целый литр точнее 1 килограмм не знаю насколько это в литрах а другое там тоже около литра или по-моему конкретно так литр но не знаю сколько это в килограммах и она живет 11 дней сейчас у меня такой повод хожу я вот с 11 дню днями сроком жизни в холодильнике стоит совсем чуть-чуть если она не копытнулась то я его уделаю а если копытнулась то его выпьет кот ну смысле стану еще чуть-чуть и будут простоквашка тут 2 и 5 процента жирности сейчас она по скидке в магните 35 рублей но там 34 с копейками но периодически так бывает иногда даже везет на за 25 рублей можно купить тоже молоко еще мне надо было я долгое время считала что яйца исключительно жирный калорийный продукт от которого жиреют полнеют и вообще его много часто жрать нельзя почему я так думала потому что вот я иногда забываю поесть или просто мне бывает фигово или еще что-то и моя родственница ближняя мне говорит а потому что ты мясо не ешь или съешь хоть яичко проснулись мы про мы проснулись мы что-то учуяли и короче в общем я долго думала что яичко это аналогично как мясом а мясо я не всегда ем ну не всегда охота нет я не веган я люблю мясо но не всегда его охота и короче в общем вообще люблю свининку последние несколько лет куринку иногда еще люблю и тут я прониклась и поняла что яйца это дофига диетический продукт там с мяточку хавнуть вкрутую сварить ну омлетик там какой-нибудь заваять главное чтоб они не часто слишком жареные были допустим да вот запеченные полезнее чем наверно жареные яичницы всякие но и яичницы тоже дофига полезные и тут я снова купила яйца по-моему это третья упаковка за последние 10 дней они у нас 17 ноября самые молодые там постарше были 10 штук вторая категория но вот иногда какой я эту коколи иногда покупаю иногда купишь вторую категорию они такие слонопатанные иногда купишь первую категорию они какие-то малюсенькие иногда попадаются желтки вот как вот от домашних нормальных куриц а иногда попадаются желтки вот как обычная магазинная и благодаря ютубу я узнала что яйца надо мыть иногда вот я так об вопросе у меня там победили было 60 процентов чем-то тех кто яйца не моет так же как и я либо не в курсе был как я либо тупо не моют я иногда перед тем как расколоть яйцо чтобы разделить его на белок и желток и что-то освоять так стою и думаю может мне его помыть но тут был такой момент что я пошла значит что-то на кухню достала из холодильника не помню что я не поняла что в холодильнике место много занимает такая коробочка есть надо переложить 2 часа ночи и стала перекладывать хорошее яйцо и не ломаная не не прилипшая не стреснутое она у меня что-то из руки так холобысь из этой штучки через руку и вниз и думаю неужели разбилась не поверите она упала на пол это сволочь разбилась его так проблемно соскапливать я думаю если я его буду мыть мне лишь шанс шону разломается так я на россии оправдываю почему не мою яйца но мне ведь еще не попадалось это сальмонелла или как там ее я купил себе банану я чё-то сейчас подсела на эти смузи иногда их не делаю там 4 иногда снова делаешь сегодня у меня делалось бифидок с двумя бананами смузи вчера тоже самое только еще и с хурмой и я тут периодически все пытаюсь дотянуть когда бананы станут совсем кашица и сделать какой-нибудь десерт иногда в инстаграм что-то нахожу вот может быть сегодня все таки я сделаю это десерт еще купила себе кусок сыра вообще я купила тут себе сыр в ашане тот на который два года смотрела жабу душила он сволочь такой дорогой почти 800 рублей за килограмм продается исключительно головками чуть меньше полкило я так его хотела мне так его хотелось я все-таки его купила что-то он меня на 300 чем-то вышел или типа того и он мягкий вот конечно его поел я его тоже поела но я не прониклась я что-то ожидала несколько иного он у меня сейчас морозил там было написано что после скрытия в течение восьми дней надо захавать в общем я на седьмой день его морозилку засунула чтобы потом тереть и добавлять допустим макарошки там в картошечку еще куда-нибудь макарошки а что-то редко стало есть я купила себе сыр фасованный сливочный магнит розничная цена 202 грамма 110 рублей ну у нас магнит такой сказочный цена одна на щеке другая тут разница небольшая была я посчитала что у меня должно было выйти где-то так ну на 100 может 2 рубля или на 104 рубля вышло на 110 ну ладно фиг с ним не обедняешь пакет магнитов и себе купила он уже слегка порвался почему он пойдет на перерабатываемый мусор невозможно было сумке пакет но я не уверена я решила не рисковать и купить себе это цены кстати вот сейчас достану чек я его зачитаю в общем чем на чем это все вышло 765 рублей пакет майка 499 филе куриное 139 с копейками 139 40 шарифик знает но 209 рублей на указа бананы 59 90 за килограмм 608 грамм вышло 34 с копейками так молоко 34 90 ну 35 практически яйцо 49 90 сыр сливочный 50 процентов 549 рублей за килограмм 110 90 как-то так так дальше я еще это не обозревала винограда я купила она порвала пакетик меня тут предстоит тайп мне надо все-таки смонтировать этот обзор парфюмерии своей который я долго не могла записать а потом долго не могу смонтировать я все думаю сначала я затайплю а потом я смонтирую потому что на монтаж больше времени на тейпе мозги там как-то больше загружаются в тайпе все-таки больше техники техническая такая работа но только я дойду до кухни если меня клюнет что-нибудь приготовить там уже ничего не сделается ни монтаж ни тайп трындец так виноград кишми 129 рублей 90 копеек вышло у меня на 696 грамм 90 рублей с копейками там просто копейки срезаны хрен поймешь че это внезапно я купила себе great fruit то что в детстве называла еще и гибрид гибрид great fruit он должен быть красненький там еще было свити но оно что-то такое выглядело совершенно незрело я не рискнула это свити правда последний раз когда покупала great fruit меня так напрягло его чистить еще больше чем апельсин сейчас скажу почем great fruit 69 64 рубля 90 копеек вышел на 356 грамм 23 рубля с копейками я купила себе еще один манго на хрена коземаян у меня лежит зеленый манго он даже в инстаграм уже засветился с фейхуа и он еще лежит я его еще даже не чистила его уже задолбаешься чистить потом от этой косточки отдирать и смузи зафигачивать хочу в этот раз сделать но не только смузи а посмотреть что вообще можно с этими фруктами со всеми или частично по отдельности сделать какую-нибудь может вкусняшку людей я постараюсь сегодня этот ролик наверно замонтировать все таки пока допустим есть буду готовить а потом уже если вы это просмотрите и вы что-то делаете с подобными фруктами дайте знать где она у нас манго 259 рублей за килограмм 376 грамм 97 с копейками в принципе и тогда он примерно так же стоил я купила себе две груши я купила бы себе еще грушу но эта конференция мне еще нравится оказывается вирьямс или как там ее но она так странно выглядела вот кожа у одной и двух штук была будто это вот бабушка такая сморщенная которая уже готова отдать богу душу а другие так выглядели будто они совершенно незрелые в общем они мне не понравились они меня испугали я купила себе пару таких сейчас скажу по чем этот кайф где ты тут груша груша конференция 129 рублей 90 копеек так это за килограмм вышла она на 454 грамма две груши и того на 58 с копейками так я взяла апельсин я еще так посмотрела да ну апельсин не буду брать и тут один апельсин взяла он так на меня смотрит типа хрен ли ты меня взяла и хочешь обратно положить другие фрукты купила а меня нет апельсин тоже геморгмочистик но я его все таки взяла думаю что уж это набрала фруктов и как это апельсин взяла уже так надо взять так где этот апельсин 79,90 за килограмм 246 грамм один апельсин какой тяжелый однако 19 рублей с копейками так по моему я тут уже все что можно обобрить а нет еще что то слушайте осталось я все таки его купила последний раз когда я в магните диксели пятерки покупала весной этого года и может быть даже частично летом весной наверное авокадо мне стабильно попадалось или недозрелое или частично зрелое или как то перезрелое и большая часть из них у меня выкидывалась давно у нас в магните лежит то по скидке то чуть подороже то чуть подешевле и я на него смотрю и в общем один на меня все таки посмотрел и мы с ним решили если он все таки тоже будет некошерный недозрелый частично зрелый или вообще не пойми что я его в какую-нибудь там косметику домашнего приготовления турну допустим сделаю из него отвар для окачивания волос так сейчас скажу почем кайф где ты тут авокадо а вот авокадо 369 рублей 10 копеек за килограмм 270 грамм 99 копеек это грубо говоря на 100 рублей на меня вышел и вот теперь действительно все и у меня действительно там был пакетик ну может быть он бы не выдержал потому что он этот я бы еще на почте купила красивые такие конвертики мало ли когда чего пригодятся без марки марку надо будет клеить с видом улича церковь Рождества Иоанна предтечи в том хреновом виде как она сейчас есть наверное чтоб все люди знали что у нас властям совершенно пофиг на культуру голода если уж библиотеку старейшую закрыли то че уж город углич раз конвертик два конвертик раньше такие конвертики по 3 рубля стоили которые без марок сейчас это стоит 10 рублей называется художественный конвертик но это я на почте покупала потому что вот так получилось так все все финита ля комедия в общем вот такой у меня обзор бегленький еды всем спасибо кто осилил до конца всем пока до конца